То есть вы верите в то, что Бога нет? Я так понял, да? Да. Только не ругаться. Три тысячи лет назад, вот в этой книге, Давид говорит, 13-й Псалом, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Причина, они развратились, совершили гнусные преступления, нет делающего добро, нет ни одного. Атеистов, неверующих, агностиков, 8,5% на земле сегодня. Но 99,9% всех преступлений мира делают именно они. А почему? А сдерживающей узды нету. Окей, скажите мне, почему тогда попы живут и одеваются в золото? Зачем они так поступают? Давайте будем более, говорится, ответственны за свои слова. Только не ругаться, договоримся, чтобы ни одного слова матерного не было. Так, мне зачем за ним смотреть, когда написано за собой смотри? В глазу у тебя, говорит, бревно, а ты на сущок смотришь. Такие они, не такие, мне зачем это? Я должен работать, жить для Бога, а не смотреть за попами. Это да, конечно, но вот смотрите, они же, как получается, служители, ну, как сказать, посредственные передатчики информации, так сказать, Богу. Да мы сами Библию считаем. Мы сами Библию считаем. Священники нужны для того, чтобы совершать таинство, учить людей. А некоторые даже этого не делают, как следует. Нарушают каноны. Найди другого. Вот мы строим православную деревню с нуля. И что мне до какого-то попа? Получили статус. Не курит никто, не пьет, не матерится. Не курите пока разговариваем. У нас не положено с курящим разговаривать. Положите пока. Вот Бога нету, смотрите. Вы знаете, что табак 12 лет жизни отнимает. Вам зачем это? Вот насчет табака, знаете, я не слышал ничего, хоть я и неверующий, я не слышал ничего против табака. Не слышали? Вы знаете, на 12 лет меньше живет, и последние лет 10 туберкулезом харкает. Вас ждет рак легких. Зачем вам это? Но в Библии, в Библии этого ничего не сказано. В Библии сказано, заметьте, вот тело наше называется храм Божий. Храм, храм. И Господь говорит, кто храм разрушит. Вы слушайте внимательно. Вам сколько лет? Давайте. Сколько лет вам? 21. А мне 81. Вам надо учиться. Это понятно, что научиться, но скажите, что именно про констатацию? Бог сказал, вот это тело наше, тело, храм Божий. Кто разрушит храм, того Бог покарает. А ты себе жизнь укорачиваешь. Ничего не сказано, вот и сказано. Наколки делать. А Библия говорит, не делай надписей и надрезов на теле. Это храм Божий. Бреются. А зачем бреются? Зачем бреетесь? Две мамы в доме? А что сказано вообще про татуировку? Про татуировку написано, не делай надписей. На теле твоем. Не делай. Бог говорит. И поэтому тут не надо нам, почему, адекватно, неадекватно. Не делай. Это храм Божий. Ну, я видел. Я видел. Я в пяти тюрмах сидел за Слово Божие. Я не такие видел. У них глаза до самых глаз все выколото. Преступники. У него бумаги не было, купить даже бумагу. Он решил расписываться на своем теле. Без Бога все безумно. А? Это, конечно, все интересно, но... А вы зайдите на наш канал. У меня канал есть. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У вас дома есть кто взрослый? Пусть подойдет, чтобы с вами не с одними беседовать. Что Иисус умер за грехи людей и ждет людей с покаянием? Нет. И не считали никогда про это? Нет. А вот такую книгу легко достать. Тут все описано. И что? Да, в любом храме можно почти что, в любом. Купить и считать. Господь грядет судить этот мир. И ни один развратник, который здесь рулетку наполняет, в Царство Божие не войдет. Но гнев Божий пребывает на нем. Это все ложь. Ну, живут люди по лжи, для них все ложь. А когда правду говорят, это правда. А я правду говорю. Ну, а как правду говорить? Сатана верит, говорит, бесы веруют и трепещут. Послание Якова. Бесы, демоны, как называют черти. А они даже веруют, потому что они с неба сброшены. Доказательства нету. Доказательства. Вы интервью зарядите, небольшой ролик. Минут на 12. Называется интервью с дьяволом. И вы увидите тогда. Киша дичь. Я вам показал Библию, в которую верят 2 миллиарда 200 миллионов. Это же самое верят, что есть нечистая сила. Мусульмане. 2 миллиарда людей. Знаете, что в мире, не верующих в Бога, примерно 8,5% всего людей. А то, что делается преступление в мире, 99,9, это они и делают. Потому что узды нету. Твори, выдумывай, пробуй. Это все ложь. Только не разговаривать. Ложь от сатаны. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Написано, есть лжец и отец лжи. Я сатана. Я родился в пятницу 13. Так, потихоньку. Потихоньку. Не спеши только. Я родился в пятницу 13. Ну и что? Это ничего не значит, когда родился. Это вы выдумываете все. Никакой роль это не играет. Никакой. Все зависит от того, принял ли ты Христа как спасителя, который умер за тебя. И живешь ли ты по заповедям Божьим. У него крестика нет. У него крестик можно достать. Не в крестике дело-то. Дело в вашем отношении ко Христу. Вот самое главное. Только не ругайтесь. Мне на него пофиг. Хорошо. Как ему на нас. Вот если вы желаете больше узнать, вы можете зайти на наши ресурсы. В Ютубе. Мы строим православную деревню с нуля, где человек может претендовать, чтобы можно нет поселиться. Докажет, не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. У нас все верующие. У нас двери открытые. Первую неделю он не будет ни пить, ни курить, потом забухает. Ну, мне 81 год. И мы в рот не берем. У нас нет этого. Мы мясо не едим. Нам это не нужно. У нас сила есть. Алкоголь никакой. То есть вам с Богом не охота идти, а только с дьяволом жить, да? По-любому. А он, дьявола, уже осужден. Христос сказал. Он будет брошен в озеро огненное. И все, кто... Ну, все пока. Всего хорошего. До просветления ума. Так они плохими делами занимаются. А я-то просто сижу, чай пью. Ну, да. Ну, да. Вам сколько лет? 22. Мне 81-й. Я, сынок, нагляделся. Вы еще не успеете рот раскрыть, а уже мы догадываемся, что вы хотите заматериться. Не-не, не хотим. Нельзя материться. Грех материться. Я говорю, нигде этого нет. Подождите с папиросой. Ну, вы не можете. Ладно, до свидания тогда. Вы не хотите узнать истину. Вы на наш канал бы зашли. Вот у меня канал, называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. А где буду после смерти находиться? Вот вопрос. Я нормальный человек. Почему сразу адекватно... Не надо слова лишние. Иисус умер за нас. Я спрошу вас, скажите. Вы такую книгу в дому имеете? Нету. Нет. Ну, вот и все. А раз не знаете, не считаете. Нет, не считаете. А не считая, нарушаете. А нарушая, погибаете. И все от того, что не считаете. Что-то вы так сидите, как обкуренный какой-то. Что это? Почему я как обкуренный? Вы после похмелья или еще не пойму я? Ну, я выпивал. Выпивал. Ну, ладно пока. Не готов к беседе. Жалко, конечно. Потому что сегодня вы соприкоснулись с возможностью спасения во Христе Иисусе. А сейчас вы еще говорите налево-направо, вихляетесь. Ладно тогда. Чтобы вы случайно не заругали. Чтобы вам не было потом стыдно перед людьми. Мы пришли сюда возвестить великую радостную весть, что Иисус Христос умер за грехи людей и ждет людей с покаянием. И это все мы узнаем из его священной книги, которую он дал людям. Написанную Духом Святым. Батя, ну если что, эту книгу-то не Иисус Христос написал. Правильно? Какой бы ни был грешник, он может воззвать Господу и спросить прощения, получить крещение и дальше жить по Богу. Нет. Вопрос задать тебе. Ты сейчас сказал, что книгу Иисус нам подарил. А книгу нам же не Иисус подарил. Я говорю, апостолы написали, будучи движимые Духом Святым. Да. Но не Иисус же, правильно? Иисус говорит, я напомню вам, что сказать. Это его слова. Потому что Евангелие от Мафея написано через пять лет после воскресения Христа. От Марка через семь. Лука через пятнадцать. А я написал через тридцать пять лет. Да мы через пять дней не знаем, что написать в дневнике, когда пропустим один день. Это Дух Святой им открыл все. Пророки писали. Первая книга Библии написана 3600 лет назад. Как вас зовут? Меня зовут Лапкин Игнатий Тихонович. Город Барнаул. Мне 81-й год. Как вы хорошо выглядите. Замечательно. Дай Бог вам здоровья. Меня Господь сохранил, потому что я жил для Бога. 57 лет. А моя биография, если вам дать, вы, может быть, и вас бы не было. Вы служили, да? Я распространял Слово Божие, и меня посадили. Я пять тюрем прошел. Меня пытали. В морозилке держали. А я еще одной таблетки не съел. Дай Бог, Батя, тебе здоровья. Это Бог дает, Бог. Я жалую, дай Бог тебе хорошего здоровья. Внуки есть? Да зачем вам это лично? Вам это не нужно. Я для вас сегодня являюсь врачом. Я говорю, какое лекарство, чтобы спастись? Врача не спрашивают, где у него собака ночует. Как где? Где находит место себе теплое? Как где? А вы знаете, есть один определитель человека, злой он или не злой. Я никогда не знал. У нас Алтайская правда, губернская газета. И вдруг появляется статья Натальи Сохаревой. И она говорит, у злого человека голуби не живут. И там голубеводы разные восстанавливают. А у меня с детства голубятни, сейчас две голубятни. Я туда-сюда лажу. Мне болеть некогда. Мне кормить надо. Одиннадцать кошек. Правильно. С окрестной там все. Спасибо за общение. Всего доброго. Вы хотите больше узнать? Не потеряйте меня. Игнатий Лапкин по скайпу. Вы меня найдете по скайпу. Игнатий Лапкин. Кто, допустим, в ютубе канал? Вы очень добрый человек. Канал в ютубе. У нас 11 300 роликов. 17 тысяч. Хорошо. Я забью, посмотрю. Обязательно. Вам будет очень интересно посмотреть. Ну, с Богом. С Богом. С Богом. Вас как звать-то? Звать-то как вас? Я не подумал. Звать. Ах, что непонятно. Слава Иисусу Христу. Потому что Он спаситель мира. Он умер до грехи людей. У Него имя Иисус. Он умер до грехи людей.